Привет, друзья! С вами Локи, это FIFA 14, карьера за Зенит, и у нас матч Кубка России против московского Динамо. Это будет довольно напряженная встреча. Да, по форме мы оставим так. А вы знаете, кто это стоит? Это стоит Игорь Денисов, дорогие друзья. Да, бывший игрок Зенита, перешедший в Анжи и попавший в Динамо. В общем, все как-то вот так вот. Давид Луис у нас отдохнул. Посмотрим, как тут обстоят дела. Да, в принципе, все хорошо. Так что отправляемся в бой. Дождливая погодка, но я думаю, снег выиграли, сможем выиграть и в дождь. Главное собраться с мыслями и победить. Ну что ж, начинаем. Динамо начинает эту встречу. Играем мы в гостях. И тут же Динамо начинает свою атаку по левому флангу, но Густаво не позволяет пройти дальше положенного. А положено, видимо, Динамо недалеко. Кержаков. Вицель. Филейни играет на Кришта. Тот дальше играет на Дани. Дани с мячом. Пытался на финте уйти от соперника, но, к сожалению, не получилось. И тут же Дани в отбор пошел. Аршавин заставляет его ошибиться. Ну а здесь Ладыгин первый. Быстренько вбрасывает на Смольникова. Тот пошел сам. Играет на Густаво. Тот с Кержаковым. Кержаков заброс на Густаво. Хорошо, можно попробовать обработать. Нет, пробежал он вперед. Вицель, Аршавин. Кришта удар по воротам. Галкипер спасает. Здесь Субботич пошел как танк. Кришта вперед пытался прокинуть. Но не получилось. А вот это уже опасная атака Динамо, но... Ладыгин контролировал ситуацию. Смольников. Вперед. Это Вицель. Подача в штрафную на дальнюю. Кержаков скидывал на 11 метров. Но не получилось ни у кого из партнеров этот мяч принять. Кержаков на Аршавина. На Аршавин. Маленький Андрей Аршавин. Посмотрите, какие лбы стоят в обороне соперника. А вот это может быть опасно. Смольникову надо возвращаться. Густаво подстраховал защиту. Смольников. Вицель. Вперед на Кержакова. Тот до мяча не дотянулся. Но пошел навязывать борьбу. И вот хороший пас на Аршавина. Овсайда нет. Аршавин набирает скорость. В центр. Не получилось. Там Филейни забегал. Дани подает угловой. Суботич. Удар головой. И мимо. Мимо. И удар от ворот. 20 минут тем временем прошли. Габулов будет вводить мяч от ворот. Сильно. Габулов послал этот мяч. Дани. Играет на Аршавина. Тот пытался снова на Дани. Но накрыли. И здесь уже Филейни. Вместе с Давидом Луисом. Пытаются отбить ворота. Кришта. Филейни. Здесь можно попробовать скорость набрать. В корпусе он явно не проиграет. Пас на Дани. Овсайда нет. Можно играть. Вперед, Мигель. Подача в штрафную. Густаво на Смольникова. Тот играет на Андрея Аршавина. Филейни, Густаво. Центр на Дани. Овсайда нет. Снова Дани. Заброс. На открывающегося Филейни был. Да, вы так думаете, вы пройдете? Здесь, мне кажется, должен... Удар поворотом и мимо. Вот здесь вот субботич-то борьбу проиграл. Борьбу проиграл в скорости. А не в игре корпусом. Смольников. Вицель. Неточный пас на Киржакова. И очередной заброс вперед. Киржаков. Дани. Пасовал на Аршавина. Густаво. Густаво. Снова Густаво борется за мяч. И еще разочек зацепил. Он, конечно, за ногу, но судья не заметил. Дает сегодня судья играть, бороться. Хорошая. Интересная у нас игра. Вот здесь заброс вперед. Субботич не проиграть. И вперед на Мигеля Дани. У того сил-то не очень много, но... Он делает пас на Аршавина. Обратный пас. Дани. Бьет. Мяч сваливается и уходит за пределы поля. 38-я минута. Пока по нулям. Напомню, 1-4 Кубка России. Да, не догонит. Нет, не хватает. Не хватает скорости. И вот это может быть уже опасно. Набоа на правом фланге. Против него Кришта. Мяч выиграл Дани. Филейни. Штрафной удар. И мы будем разыгрывать. Давид Луис. Играет с Кришта. Тот забрасывает вперед на Дани, но сильно. И что, штрафной удар еще один. Да, Кришта. Густаво. Пас на Дани. Ну, как-то вот толкнули еще один штрафной. Вот здесь, я думаю, можно уже и пробить Дани у мяча. Но нет, к мячу подойдет... Давид Луис. 27 метров до ворот. Луис разбегается, бьет и выше. Выше. Хватается за свои кудряшки. Но... Этим делу не поможешь. Первый тайм у нас подходит к концу. Дани. Кришта. Играет на Аршавина. Снова Кришта с мячом входит на удобную позицию для подачи. И аут. Аут зарабатываем под конец первого тайма. На половине поля соперников. Жиркова нам показывает. 10 голов у него. Ну... Нехорошо это было. Кришта. Подача. Подача была. Но... А здесь Аршавин получит, скорее всего, желтую карточку за... Гиперактивность. Въехал он. Вот здесь, конечно, по ногам. Ну, ему еще и в нос коленкой дали. Но это тоже... Не дело. Первый тайм заканчивается. Счет пока не открыт. Давид Луис. Дани. Кришта. Хороший заброс на Дани. Дани с мячом. И все, друзья. Первый тайм закончен. По нулям. По нулям надо что-то придумывать. Аршавина, мне кажется, надо с Дани менять. Аршавина мы меняем на Джорджевича. Шатова поставим вместо Дани. Да, они уставшие. Это видно. Нужны новые свежие силы на фланге. И здесь как раз Джорджевич с Шатовым, мне кажется, должны придать какого-то нового дыхания атаки. Новой свежести. И посмотрим. Смольников играет на Вицеле. Вицель на Киржакова и офсайт. Офсайт чуть-чуть. Здесь самбо в защите. Просто мамбо-румбу какую-то устраивает. И не дает пройти ни Дани, ни Аршавину, ни Киржакову. Ну вот сейчас Киржаков с мячом. Густаво Джорджевич. Джорджевич бьет штанга. Опасный момент. Очень опасный момент. Вицель. Киржаков. Снова Вицель. Пытался сразу подать. Но у него не получилось. Это и уже атака Динамо. Джорджевич молодец. У одного отнял. Попробовать у второго. И вот здесь уже не получается. Но Смольников и Вицель. Суботич. Густаво. Все-все-все пытаются помочь в защите. Ну вот у Суботича получается. Шатов. Джорджевич. Вперед на Киржакова. Киржаков. Попробовать на скорости уйти. Пас вперед. Давид Луис должен выиграть. Борьбу он проиграл. Но мяч остается у нас. Ладыгин. Играет на Кришта. Шатов с мячом. Пас на Джорджевича. У него силы вагон. Кто поддержит в штрафной? Никого не оказалось. Давид Луис, Кришта. Шатов. Упускает мяч за боковую. Скользкий мяч. Замену у Динамо. Динамо в центре поля с мячом. Пас вперед. Кришта первый. Субботич играет на Смольникова. Тот пытался сделать пас на Вицеля, но попал в футболиста Динамо. И мяч остается у нас. Густаво. Смольников. Вицель. Киржаков. Густаво. Филейни. Давид Луис. Хороший пас на Шатова. Шатов сохраняет мяч. Забрасывает на Джорджевича. Тот бьет. И мяч проходит рядом со штангой. Хороший момент. Лука выпрыгнул. Пробил. Но не попал. 66-я минута. Вицель. Густаво. Джорджевич. Теперь он играет на Шатова. Но Шатов не добрался до мяча. Давид Луис. Вот это очень опасно. Ладыгин. Нет. Субботич. Казалось бы, спасает. Удар. И вот здесь Ладыгин уже, мне кажется, спас. Попади мяч выше. Неизвестно, что бы могло быть. А это угловой. Динамо подача. Удар. Ладыгин собирает мяч. Красавец. И туда. Вперед. Вицель. Играет на Луиса Густаво. Тот пытался протащить мяч по флангу. И сохранил его. Сохранил для команды. Быстро вбросить не получается. Еще одна замена у Динамо. Смольников. Вицель. Филейни. Заброс вперед. Вицель мяч подхватывает. Филейни поборется. Выиграл мяч. Густаво. Заброс на Шатова. Не дошел мяч. Снова пас Шатову. А здесь уже вперед. На Юсупова. Но Суботич. Не даст пройти. Играет на Давида Луиса. Тот. На Шатова. Снова Шатов с мячом. Набирает скорость. По левому флангу. Уходит от двоих. Надо бить. Удар. Киржаков бьет. Добивание не попадает. Последние 10 минут. В этой встрече. С мячом Динамо. И вот здесь вот ошибочка. Но Давид Луис. Хороший пас. Киржакова придерживают. Он отрывается от защитника. И далековато упускает мяч. Обидно. Обидно. Но здесь на него сразу несколько футболистов насело. Субботич. Вицель. Шатов. Пошел. Пошел. Вы посмотрите как опасно. Шатов выигрывает мяч. А вот здесь сохранить не получилось. Ох какой матч друзья. Какие моменты. Жаль пока не получается забить. Густаво. Мяч в пользу Зенита. Джорджевич с мячом. Кришта. Не точный пас. Но. Шатов красавец. Борется до последнего. Заставляет ошибиться. Подача. Шатов. Нет. Не получилось. Друзья. Девяностая минута. Свисток. И. Дополнительное время. Это же все таки кубок. Да. Друзья. Дополнительное время. Жаль конечно что Косты нет. Он бы мне кажется очень помог в такой вот игре. Где надо именно продавить. Густаво на перехвате. Хорошо. Вперед на Киржакова. Там офсайт. Но. Мяч остался у Динамо. И поэтому. Свистка нет. Кришта. Давид Луис. А здесь офсайт. Повезло. Повезло. Смольников. В центр на Суботича. Тот дальше на Вицеле. Вицель играет с Киржаковым. Киржаков теряет мяч. Мне кажется Киржакова можно сменить. Он очень выдохся. И у нас остается Владимир Быстров. Вот мне кажется заброс сейчас на него были бы очень неплохим оружием. Посмотрим. Мяч остается у нас. Сашка молодец. Отработал. По полной. Кришта. Играет на Шатова. Шатов с мячом. И вот заброс на Быстрова. Пошел Быстров. Подхватывает мяч. Пасовал его Джорджевичу. Но. Ничего не получилось. Джуджак с мячом. Уходит. Но через Суботича так не пройти. Угловой удар. Угловой удар. Подача. Филы не выиграл. Еще удар с лету. Но это как-то на удачу. Ладыгин выбивает мяч. Боролся Быстров за мяч. Ну а здесь уже, конечно, Галкипер. Галкиперу достается футбольный снаряд. И он посильнее вперед его выносит. А здесь что? Оффсайд? Да. Фиксирует судья офсайд. Густаво с мячом. Эх, вот зачем же ты свистнул? Удал бы довести атаку. Судья. Не хочется мне до серии пенальти доводить эту встречу. Так что надо пробовать, друзья, забить. Вицель с мячом. Быстров. Снова Вицель. Смольников. Пас. Пас вперед. Давид Луис. Красавец. И снова Луис с мячом. А здесь Джорджевич теряет мяч. Нет никакого нарушения правил. Джорджевич забрасывает. Быстров пытался вырвать этот мяч. Густаво. Здесь Ладыгин первый. Времени, друзья, все меньше. Смольников. Быстров. Заброс на Смольникова догонит. Нет силы. Нет. Просто нет сил, чтобы убежать. Ну и здесь штрафной. Еще раз подопнули. Подопнули. Ну, так, конечно, нельзя. Смольников у мяча. Подача. Не точно. Остается пара-тройка минут, друзья, до свистка. Динамо с мячом. Джорджевич. И вот пас на Быстрова. Бежать, Быстров. Бежать. Угловой. Угловой. Вот это, друзья, скорее всего, развязка матча перед пенальти. Шатов у мяча. Подача. Субботич. Удар. И все. Я думаю... Нет, еще один угловой. У нас есть еще одна попытка. Шатов подает. Давид Луис. Густаво бьет. Рикошет. Мяч в руках Габулова. И сейчас, я думаю, будет свисток, сигнализирующий пенальти, друзья. Вот так вот. Ну, а здесь, я думаю, больше удача, чем Аксель Вицель, Давид Луис, Джорджевич, Субботич. Давайте вместо него Филейни. Густаво вместо Джорджевича. Пенальти, пенальти. Хотя у Джорджевича пенальти неплохие. Давайте тогда его вместо Густаво все-таки и Субботича вот сюда вот. Ну что ж, начинаем. Начинаем, друзья. Первым бьет Динамо. Это Джуджак. Ну, Ладыгин, казалось бы, отбил. Вицель у мяча. Удар. 1-1. На Боа. Ладыгин угадывает угол, но не достает. Давид Луис. 2-2. Морена. Удар выше ворот. Удар выше ворот. Джорджевич подходит к мячу. Удар. И мы выходим вперед. Жирков. Жирков у мяча. Ладыгин вытаскивает, друзья. Ладыгин вытаскивает. И что, решающий удар Субботич против Габулова. Субботич вколачивает мяч в ворота. И мы выигрываем этот матч. Мне кажется, друзья, мы заслужили эту победу. И... Мы весь матч атаковали. И вот так вот мы выходим в следующий этап. Ну и Ладыгин, конечно, красавец. Молодец. Молодец. Были. Были у нас моменты в матче. Ну, был, конечно, вот момент и у Динамо. Смотрим. Еще один. Ладыгин забирает мяч в руки. Ну и в конце мы там тоже с пенальти. И вот нам пока сгол Субботича. Габулов не достает. Мы выходим в следующий этап чемпионата России. Выходим мы на команду. Не знаю, тут как будет. Скорее всего, на ЦСКА мы вышли. Потому что в Лиге чемпионов, я помню, так же по таблице было, что мы выходили не на нижних, а как-то на противоположную. В сторону. Не знаю, по идее, должны в ЦСКА играть. Это будет полуфинал. Да, мы сейчас посмотрим. Мы сейчас посмотрим по календарю, на кого мы вышли. Вышли мы. Или это уже там в следующем, что ли, будет? Видимо, еще не было расчета матчей. Офис. Пресс-конференция перед матчем. Ну, это же, конечно, надо очень сильно промотивировать «Зенит». Потому что матч против Баварии на Лигу чемпионов. Общение с игроками. Следующий трансфер. Да, Широков. Следующего трансферного окна не будет для тебя. Луис Густаво. Тяжело, конечно. Ему придется в этом матче играть против своей бывшей команды. И сейчас еще разок все-таки хочу глянуть, друзья. Не было ли расчета? Нет, расчетов пока не было. Встречи. Реал с Баруси и Манчестер с Барселоной. Это вот уже матчи какие были. И будут еще ответы. Ну, мне кажется, у Манчестера и у Баруси уже мало-мало вероятность того, что они смогут выйти. Потому что против Барселоны и Реала сыграть будет тяжело. Ну, а мы с вами, друзья, увидимся в следующей серии. Надеюсь, вам понравилось. Ставьте побольше пальцев вверх за этот динамический матч с Динамо. Оставляйте свои комментарии. С вами был Локи. Увидимся. Пока-пока. Продолжение следует.